Всем привет, с вами Вова Ломов и Теплица социальных технологий. Я делал недавно скринкаст о делегировании аккаунта Gmail и понял, что про Gmail мы ничего особо не делали. А это, на мой взгляд, самый популярный даже в России почтовый сервис. При том, что сервис этот предельно простой, у него есть огромное количество скрытых возможностей, которые сильно упрощают работу. Без этого, конечно, можно обойтись, но если вы постоянно пользуетесь Gmail, это лучше знать и использовать. Не буду рассказывать, как заводить почту, уверен, она у вас есть. Да и появляется она у вас автоматически при заведении аккаунтов Google. Кстати, если у вас несколько аккаунтов, можно авторизоваться сразу во всех и открывать в разных вкладках разные аккаунты. Но это, я думаю, и так все знают, а вот то, что у вас даже в рамках одного аккаунта несколько почтовых адресов знают не все. Точнее, у вас их бесконечное количество и называются они алиасы. А вот, например, я зарегистрировался на сайте Sparkle. Sparkle делает анимированные презентации, ссылка в описании. Сейчас у меня тут мой адрес, но я могу указать другой. К имени мы добавляем плюс и любое слово. Вот действительно любое. В данном случае, например, Design. Сейчас я меняю данные аккаунта, но могу указать этот адрес при регистрации. И теперь, о чудо, письма от Sparkle будут приходить на ваш адрес, но не на ваш, а на ваш адрес плюс Design. Зачем это может быть нужно? Отлично помогает в сортировке. Например, на всех сайтах ProDesign вы регистрируетесь под этим адресом, а потом создаете под него ярлык, и все письма, приходящие на этот адрес, будут у вас в одном месте. Сейчас я покажу, как это сделать. Вообще, конечно, у Gmail очень много полезных мелочей, и я буду рассказывать только про то, чем пользуюсь сам. То есть такой топ от Вова Ломова. В некотором смысле бессистемный. Информацию о том, что так вы можете отметить цепочку, а так удалить и тому подобное я опущу. Предполагается, что вы это знаете. А вот о том, что тут есть настройки, знают не все. Ну, просто не заглядывают. А зря. Например, кому-то неудобно использовать цепочки писем, хочется последовательно. Письмо за письмом, и это можно отключить. Хотя мне кажется, это уже атовизм. А цепочки норма. В цепочке, кстати, Google как раз и ввел по марту. Ну и какие-то еще изменения тут есть. Все на любителя. Меня вполне устраивают настройки по умолчанию. Но эти настройки, это на самом деле не настройки. Настоящие настройки они вот здесь. Их действительно лучше спрятать, чтобы не пугать неподготовленных пользователей. При том, что кажется, что разобраться тут невозможно, большая часть тут понятна. Например, в общих хорошо бы настроить подпись, которая будет добавляться ко всем отправленным письмам. Я лаконичен, но вообще хорошо бы сюда добавлять телефон, сайт, название организации и так далее. В общем, контактную информацию, а не просто с уважением. Еще полезная штука – автоответчик. В некоторых организациях есть даже правило, и это хорошее правило. Если вы выпадаете из онлайн, например, в отпуск или на длинные выходные, настройте автоответчик с тем, чтобы объяснить, почему не отвечаете, когда вернетесь и с кем можно решать рабочие вопросы в ваше отсутствие. Дату возвращения можно не выставлять. Вот эта желтая плашка напомнит, когда вернетесь, что у вас подключен автоответчик. И здесь же его можно отключить. Ну и разберемся наконец с ярлыками. Тут есть несколько предустановленных. В настройках их можно поменять, отключить, подключить и так далее. Вот, например, помеченные письма. Какие-то важные помечаете, и они появляются под этим ярлыком. Отработали – убираете письмо из помеченных. А еще тут есть собственные ярлыки. Вот, например, я завел ярлык госуслуги, и все письма от госуслуг попадают сюда. Тут у меня платежки и штрафы в основном. Хороший сервис госуслуги. Как я это сделал? А вот письмо от госуслуг. Заходим в настройки и фильтровать похожие письма. В данном случае нам достаточно, чтобы письмо пришло с этого адреса, хотя условий для фильтрации здесь много, что называется на любой вкус. И действий с этими письмами мы можем выполнить огромное количество. Можно их сразу удалять или наоборот никогда не помещать в спам. Но нас интересует вот это – применить ярлык и госуслуги. А вот. И теперь вернемся к алиансам. Итак, условие было создать ярлык для входящих на где-то снег плюс дизайн. Сначала создадим ярлык. Дизайн. А вот он появился. Можно выбрать цвет ярлыка для красоты и пущей заметности. И теперь берем письмо от Sparkle. От кого нас не интересует, а интересует нас наоборот кому. Где-то снег плюс дизайн. Создать фильтр. Применить ярлык дизайн. И теперь все письма, которые будут приходить на этот адрес, будут помечены вот таким прекраснейшим аквамариновым ярлыком и собраны в одной категории. Я почти уверен, что буду продолжать и сделаю серию. Но все-таки, чтобы мне не сомневаться, поддержите этот скринкаст лайками и комментариями. Ну если считаете, что нужно продолжать. Ну и естественно подписывайтесь на канал и любите друг друга.